ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, короче, вот так выглядит относительно бюджетный компьютер в 2024 году. Поехали домой, будем его собирать. У меня есть 30 тысяч денег. Тут вот, не подумайте, вот пятерки настоящие. 30 тысяч рублей, и я хочу проверить, получится ли у меня условно в рандомном ДНС, который даже не в Москве, а вот просто дефолтный город, без какой-либо подготовки и знаний о сборке ПК, вот просто прийти и из комплектующих, которые уже есть в магазине, на эту сумму собрать актуальный игровой ПК. Иными словами, пойдемте проверим, можно ли в 2024 году купить игровой компьютер за 30 тысяч рублей. Я решил снять этот видеоролик, потому что в последнее время я натыкаюсь на огромное количество постов подобного содержания, где люди жалуются, что у них нет денег на современный игровой ПК, и то, что им для этого нужно, ну, минимум 2-3 тысячи долларов. Санек, здорово. Здорово, чувак. Сколько ты потратил на свой новый ПК? Плюс-минус где-то до 300 тысяч, то есть там, ну, там, аля, там, промежутки от 200, наверное, 60 до 300, так. И это еще будет не самая топовая конфигурация, я когда такое читаю, я просто вообще охреневаю. Вот у меня есть 30 тысяч рублей, неужели я действительно не смогу сейчас на эти деньги купить более-менее нормальный комп, чтобы сидеть вечерком, играть в игры, кайфовать? Да я в это не верю. Я еду просто в случайный город на удаление от Москвы, заранее ничего не заказываю, и вот просто, что есть в магазине, вот из того и пытаюсь собрать. Собственно говоря, это вот для тех, кто жалуется, что вот у меня в городе нет комплектующих и так далее. Это все чушь. Тем более, что, я уже проверил, все те комплектующие, которые я купил в ДНСе, они же есть и на Озоне. А Озон, сука, сейчас есть в абсолютно любой деревне, поэтому хватит жаловаться, что у тебя где-то там нет комплектующих. Все, можно сейчас заказать на долбаном Озоне. Возможно, придется подождать. Да, но, сука, можно, можно собрать дешевый игровой ПК. Я не верю, что нужно 2-3 тысячи долларов. Это какой-то бред. Итак, для начала материнская плата. Смотрим просто, какая самая дешевая, потому что я вообще не вижу смысла переплачивать за материнскую плату. 5700 рублей, но это плата, на которую подходят только процессоры от AMD. Самая дешевая же плата для Intel будет стоить на 1000 рублей дороже, но по сути здесь все то же самое. Только процессор будет другой. Изначально я вообще хотел процессор от Intel. И что самое интересное, плата на него стоит дороже, а сам процессор стоит дешевле, чем аналогично от AMD. Но суммарно материнская плата плюс процессор стоит дешевле. Поэтому решили остановиться на пятом Ryzen. Следом идет корпус. И вот посмотрите, как выглядел корпус в моем предыдущем игровом ПК, который я собирал несколько лет назад. Он, конечно, красивый. Он, конечно, крутой и, возможно, топовый. Но он капец какой неудобный. Начиная от того, что он здоровый и не под любой стол его можно засунуть, заканчивая тем, что он тяжелый. И поверьте мне, если вы вдруг решите куда-то переехать, например, а я несколько раз не переезжал. Ну, короче, это далеко не самая крутая история. Поэтому в этот раз я хотел корпус себе максимально компактный. При желании можно купить корпус даже дешевле, чем 1500 рублей. Они действительно есть в наличии. Но, во-первых, я хотел себе белый корпус, но они почему-то стоят дороже. Это вот... Ну, в два раза дороже белый. Да. То есть дешевый, это значит черный. А, во-вторых, в самом дешевом варианте в комплектации не было буквально ничего. Поэтому пришлось взять подороже. Сеточка, спереди большие вентиляторы 14-ые, сзади один. Грубо говоря, то же самое, только уже с вентиляторами установлены. Нет, это лучше, это надежнее, сам материал получше. Закаленное стекло уже у нас идет, это не акрил. То есть вообще монтаж это просто по качеству. И все это всего на 1000 рублей дороже самого дешевого варианта. Я считаю приемлемо. Блок питания это, по сути, одна из самых основных вещей во всей этой сборке. И я, честно говоря, был удивлен, насколько дорого они стоят. И в этот момент я уже понимал, что в 30 тысяч я, скорее всего, не уложу. Поэтому на остальном, а именно на SSD-шке, на оперативной памяти и на охлаждении пришлось экономить. Благо, что охлаждение, выбор здесь, по сути, наверное, самый большой вообще из всего, что тут есть. Ну и надо понимать, что я не тупо выбирал самые дешевые комплектующие. Нет, я выбирал более-менее приемлемые. Типа кулер с подсветочкой, чтобы был процессор, ну хотя бы не Pentium. И вот в таком роде. Ну, чтобы не стыдно пацана было показать в конце концов. И в итоге, на данный момент, у меня уже получилось 36 тысяч рублей. То есть, это уже больше 30, а у нас еще впереди видеокарта. Но давайте будем честны, видеокарта это вещь, которую хочется купить один раз и надолго. Ну, хотя бы на несколько лет, в конце концов. И свою прошлую видеокарту я вообще покупал за 60 тысяч рублей. Это 2060 RTX. Сейчас она уже, ну, наверное, не особо актуальна. Хотя, с другой стороны, все еще работает. И самая дешевая RTX, которая была в конкретном DNS, где находился я, стоит 27-26 тысяч рублей. И итоговая сумма оказалась больше 62 тысяч. Можно ли было эти комплектующие купить дешевле? В целом, можно. Но я в этом видео проверял вот просто. У меня есть деньги, прямо сейчас там, не знаю, зарплату получил. Пошел и купил в моменте. Вот что я хотел проверить. И у меня получилось 62 тысячи рублей. Короче, мягко говоря, получилось чуть-чуть дороже. Ну, как чуть-чуть дороже? Получилось буквально в два раза дороже, чем я планировал. Дальше я думал сделать амбоксинг, но, наверное, это не особо интересно было бы. И к тому же, все это было в прямом эфире. У меня на трансляции я буквально собирал этот игровой ПК вместе со зрителями. Это было довольно прикольно. Плюс мне там в комментариях советовали, как лучше собрать, куда что воткнуть. Также у нас родился мем. Вот такой вот у меня есть теперь разъем Хантера. Не спрашивайте, что это значит. А лучше просто подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик, чтобы в будущем подобные перформансы не пропускать. А еще подписывайтесь на мой Твич канал, потому что, наверное, в следующий раз прямая трансляция будет именно там. Там вроде как удобней и не лагает. Ссылка есть в описании. Хороший ли в итоге получился компьютер? Вот в чем вопрос. Но, к сожалению, я вам на него не отвечу, потому что мне просто впадло делать тесты, если честно. Да и игр высокотребовательных у меня, будем честны, нет. Я на нем играю, это только в доту и вот сейчас в дедлог. Дедлог на ультра настройках выдает 120 фпс. А больше мне не надо, у меня монитор на 120 герц. Собственно говоря, вопрос, а зачем больше? Тут интересен скорее другой момент. Вот теперь мы знаем всю конфигурацию. Я еще раз ее продублирую. Вот вы видите все комплектующие, которые я купил в ДНСе на 62 тысячи рублей. Опять же, наверняка, может быть, есть какие-то сайты подешевле. Хотя я вот проверил, допустим, видеокарта на Яндекс.Маркете стоит дороже. Если же мы вбиваем любые комплектующие, первая ссылка всегда идет ДНС, потом идет Озон. При этом Озон, доставка по всей России, давайте посмотрим, дешевле там или дороже, чем в ДНСе. На самом деле, есть несколько позиций, которые, ну, может быть, чуть-чуть оказались дешевле. Но в основном, в среднем, где-то на 500 рублей, там, на 1000, а вот, допустим, с корпусом, так он вообще значительно дороже оказался. Короче, итоговая сборка 62 тысячи рублей в ДНСе против 64 тысяч в Озоне с доставкой практически там до дома, да, в ближайший ПВЗ. Ну, как будто бы, это не такая уж и большая разница. Самое главное, смог ли я в этом видео ответить на вопрос, сколько же должен стоить хотя бы средний игровой компьютер в 2024 году? Ну, точно не 300 тысяч рублей. И даже если моя сборка не потянет какую-то суперсовременную игру на ультра настройках, я, знаете, не очень сильно расстроюсь, потому что я потратил всего 60 тысяч рублей. Я не забивал голову какими-то лишними информациями, там, про разгоны совместимости и так далее, народ. Я просто поставлю средние настройки в случае чего и буду кайфовать от жизни, пока кто-то, там, где-то выплачивает кредит за комп в 300 тысяч рублей. Поверьте мне, я вообще от этого не расстроюсь. И я не спорю то, что за эти деньги можно собрать и более мощную сборку, но, опять же, учитывайте, что нужно потратить время, нужно разобраться в вопросе. А я, ой, как не хотел этого делать, народ. Я просто хочу играть в доту и, там, в танки, не знаю, под пива с вечера в пятницу прийти, запустить, вот, просто и гонять. И я не хочу забивать голову информацией о том, как именно оно там работает и то, что вот я мог сэкономить пару тысяч рублей и сделать сборку, которая будет на 15% работать лучше. Серьезно? Вы думаете, месяц до этого делал? Да мне насрать. У меня все работает и я счастлив. Наверное, в этом и есть вот этот глубинный смысл покупки игрового ПК. Ведь какая разница, сколько он стоит, 10 тысяч рублей или полмиллиона? Это абсолютно не важно, если он не приносит вам никакого счастья. Делайте выводы.